День общественности Здравствуйте в студии Марина Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Пожилых армавирцев с ограниченными возможностями смогут возить в поликлиники и учреждения на новом автомобиле управления социальной защиты. О том, когда эта услуга станет доступна, сообщили в ходе Дня общественности. Кроме того, с квартальными и председателями ТОС обсудили и другие вопросы. Подробности у Инны Лепеткиной. Мобильные бригады комплексного центра социального обслуживания населения смогут отвозить пожилых армавирцев в социальные учреждения и поликлиники. Об этом рассказал заместитель главы армавира Игорь Гуреев во время Дня общественности. У службы появится специальный автомобиль, который закупят в рамках нацпроекта «Демография» и проекта «Старшее поколение». В этом году прошли два ремонта на приобретение автомобиля для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и здоровья и в лесах колясок. Использование этого автомобиля будет осуществляться в целях обеспечения деятельности мобильных бригад учреждений. Мы, в основном, в основном, в сельском округе начались перебои с водоснабжением. Многолетнюю проблему планируют решить с помощью замены большого участка водопровода, который снабжает поселок. Был разработан проект, который на сегодняшний день находится на заключительном этапе экспортизы по заменению водопровода, ведущего от насосной пазухой 122 поселка Задех, с увеличением диаметра. То есть сегодня там диаметром будет увеличиваться практически 3 раза. И подача воды, понимаем, что будет также увеличена практически 3 раза. В Армавире определили границы исторического поселения. Оно находится между улицами Мира, Шевченко, Маршала Жукова и Чечерина. Теперь работы по строительству, сносу зданий, изменению фасадов и других элементов здесь будут проводить по согласованию с администрацией. На территориях, где главными посадами объектов культурного наследия, запрещается плотирование строительных материалов, хранение транспортных средств, разбивка огородов, установка кондиционеров в любых видах антенн запрещена, за исключением, когда их установка предусмотрена в проектном решении. Соблюдение данных требований регулируется так и законодательством, тяжестью хранения объектов культурного наследия, 73-й федеральный закон об объектах культурного наследия и краевого закон. В городе обеспокоены большим количеством погибших в ДТП. За пять месяцев после аварии не выжили 12 человек. 116 участников движения получили ранения разной тяжести. Сотрудники ГИБДД выезжают на место происшествия, анализируют причины и проводят профилактические рейды. В личном составе составлено 10 тысяч административных материалов. За управление состоянием алкогольного пьянения 154 человека привлечены. За нарушение правил проезда пешеходных переходов привлечено 850 человек. За выезд на полосу встречного движения 100 человек. Федеральные, региональные и городские дороги должны быть приведены в соответствии с требованиями, отметил глава Армавира Андрей Харченко. Вскоре на некоторых проблемных участках появятся светофоры и искусственные препятствия. Мы начали производить работы по устройству еще одного светофорного объекта с региональной дороги въезд на улицу Ленина. Это центральный въезд в поселок Заветный. Во время объезда мы приняли решение, сейчас комиссия должна закрепить официальным документом, включить дислокацию, это строительство еще одного светофорного объекта на пересечении Розы-Люксембур-Хурицкого. Также реконструкция еще одного светофорного объекта, по-моему, у нас Тургенева Карломарца, да, вот за него мы говорили. Общественники пожаловались на скопление молодежи у ларьков быстрого питания на улицах Кирова, Ефремова и Советской армии. В пяти точках проверят соблюдение правил парковки и наличия мусора, а предпринимателям предложат сократить режим работы до 23 часов. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал АРН-ТВ, Армавир. Продолжаем выпуск. Правоохранительные органы усилят работу по борьбе с незаконными перевозчиками. Об этом рассказал заместитель начальника отдела МВД по городу Армавиру на очередной планерке в мэрии. Вел совещание глава города Андрей Харченко. Подробности в следующем сюжете. Совещание традиционно началось с обсуждения оперативной обстановки в городе. Было отмечено, что за последние две недели в Армавире не было зафиксировано тяжких преступлений против личности или разбойных нападений. Наиболее распространенным правонарушением остается завладение чужим имуществом. Многие из таких преступлений были раскрыты по горячим следам. Кроме того, правоохранители обращают особое внимание на водителей, занимающихся частным извозом без лицензии. За прошлые две недели было зафиксировано два таких случая. По всем фактам выявления сотрудниками ГАИ Беспариас незаконной перевозки пассажиров, автомобили будут изыматься и ставиться на штрафплощанку, дабы добиться положительного эффекта. Также на планерке обсудили финансово-хозяйственную деятельность муниципальных предприятий Армавира. Сегодня в городе восемь таких предприятий. Некоторые из них имеют проблемы в части получения прибыли. Например, в озеленителе есть цех, который работает в убыток. Градоначальник объяснил, что это недопустимо и проблему нужно решать. Зачем заниматься тем, что приносит убыток? Я понимаю, что не должно приносить убыток. Поэтому тоже прошу разобраться. Еще один важный вопрос – осуществление муниципальных закупок. Глава города призвал отказаться от прямых договоров и приобретать товары и услуги исключительно через аукционы на конкурсной основе. Как показала практика, это значительно снижает цену и экономит бюджетные средства, которые можно направить на развитие города. К другим темам. 22 июня россияне отметят памятную дату – день начала Великой Отечественной войны. 310 жителей Краснодарского края достоины звания Героя Советского Союза. Большинство – за подвиги в годы войны. Есть среди них и армавирцы. О Федоре Радузе и Дмитрии Лавриненко расскажет Влада Ваушина. Звание Героя Советского Союза удостоено более 10 жителей Армавира. Первым из них золотую звезду получил Федор Радуз. Он родился на Украине, но детство провел в нашем городе. Учился здесь в школе. Он учился параллельно еще и в аэроклубе. Успешно его закончил. Был направлен в Ейское летное училище. После окончания Ейского летного училища его направляют на Балтийский флот. И как раз в это время начинается война с финнами. Его назначают командиром одной из эскадрилей. Зимой 1940 года во время одного из боев на территории Финляндии подбили самолет товарища Федора Радуза. Он совершил жесткую посадку на лед. Командир эскадрильи немедленно поспешил на помощь. Ни секунду не раздумывая, Радуз приземлился рядом с самолетом, который был, к сожалению, подбит. Очень быстро они перегрузили необходимый груз с подбитого самолета. Все летчики тоже пересели в самолет Радуза и неблагополучно со льда поднялись в небо. За спасение боевых товарищей Федору Радузу и присвоили звание Героя Советского Союза. После Финской войны он прошел всю Великую Отечественную, вернулся с фронта и жил в Краснодаре. А вот танкист Дмитрий Лавриненко погиб в 1941 году и провел на фронте всего три месяца. Но за это время успел прославиться своей доблестью. И он уничтожил 52 вражеских танка за три месяца военных действий. Он принимал участие в 28 боях. То есть это рекорд. Он в списке танкиста стоит под номером один. Дмитрий Лавриненко погиб в Подмосковье после очередного боя в результате разрыва случайного снаряда. Его убило осколком, когда он шел к своему танку. Смерть была очень сильная. Она потрясла и однополчан, и жителей Подмосковья. Потому что вот за эти три месяца, что Лавриненко сражался, слава о нем пронеслась по территории всего Подмосковья. О нем знали, его очень любили. Звание героя Дмитрию Лавриненко присвоили посмертно. Причем спустя много лет после окончания Великой Отечественной. Получил звание он в 1990 году. Хотя на получение звания были написаны все приказы еще 5 декабря 1941 года. Но в тот момент, еще при жизни Лавриненко, ему звание героя не дали. С именем Дмитрия Лавриненко в Армавире связано несколько памятных мест. Мемориальная доска размещена на фасаде педагогического университета. Герой окончил здесь педкурсы, когда ВУЗ еще был училищем. В микрорайоне мясокомбинат есть улица Лавриненко. А 23-я школа носит имя прославленного танкиста. Подвиги защитников Родины никогда не будут забыты. Влада Волошина, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. 21 июня в 18.30 на центральной площади Армавира состоится бал главы города для выпускников 2019 года. В программе выступления творческих коллективов, конкурсы. На праздник приглашаются жители и гости города. В этот же день с 16 до 22 часов в горпарке будет проходить праздничное мероприятие, посвященное окончанию учебного года. В связи с этим вход в парк ограничит. Организаторы приносят свои извинения за временные неудобства. Это была заключительная информация. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. Подписывайтесь на наш новый аккаунт городармавир в инстаграм. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.